МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Трофимович Прокопец родился в Ферсоне на Украине. Окончил Пятигорский государственный педагогический институт иностранных языков и Российский университет театрального искусства ГИТИС. Заслуженный деятель искусств Республики Карелия. Член Союза журналистов России, член Союза театральных деятелей, лауреат премии Союза писателей и журналистов России. Имеет большой опыт работы, более 40 лет в преподавании актерских дисциплин. Лауреат Международного театрального фестиваля в Швеции и Международного фестиваля документального и игрового кино в Киеве. Обладатель золотой медали ВВЦ и многочисленных званий лауреата профессиональных конкурсов в СМИ и на телевидении. Участвовал в создании более 300 документальных фильмов. Является автором книги «Обетованная весна. Два века русской провинциальной сцены» и методического пособия по театральному мастерству и сценической речи. Принимал участие в международных семинарах в Бельгии, Швеции и Финляндии. Удостоен медали к 200-летию со дня рождения Лермонтова и медали к 100-летию со дня рождения Кайсына Кулиева. За успешный опыт первого театрального отражения творчества карачао-балкарского поэта в зонде литературно-музыкального спектакля «К 100-летию Кайсына Кулиева» в номинации «Искусство» награжден медалью имени Исламбек Рамшамхалова. Николай Трофимович, расскажите о своих близких родственниках, о родителях, ну и каким вы росли в семье. Мои родственники очень простые люди. Мама и папа крестьяне. Мама даже не умела писать как следует. А папа всю жизнь работал в сельской местности, трактористом, комбайнером. Так что я, вот тот ребенок, как у Пушкина, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Часто мои родители даже не понимали, чем я занимаюсь. Но они очень любили меня, и они привили мне огромную любовь к труду. Вот это крестьянское отношение, честность к своему делу и желание добиться результата, да, это вот как раз в крестьянском характере. Как у вас проявилась любовь к искусству? Дело в том, что в моей семье все пели очень хорошо. И я с детства мечтал быть оперным певцом. Можете себе представить, что мальчишка мечтал стать оперным певцом. Это очень большая редкость. Но так случилось, что семья была простая, я не мог себе позволить этого сразу. И потом постепенно, постепенно приобретал профессию. Ну и в конце концов даже гастролировал с вокалом в Швеции, в Финляндии, во Франции. Вы родом из Украины. Когда вы переехали в Россию? Я родился в Херсоне, на Украине. Но, к сожалению, сегодня я не могу его посетить, родной город. А семья наша уехала, еще будучи ребенком, меня увезли в Казахстан. И вот здесь наши судьбы переплетаются с судьбами представителей северокавказских народов. И чеченцев, и ингушей, и балкарцев. Потому что я начинал учиться в казахской школе. Восемь лет я проучился там. Первыми моими учителями были преподаватели, осужденные по 58-й статье. Николай Трофимович, о Вашем образовании где и как обучались? Ну и в дальнейшем, как состоялся выбор профессии? Сначала я окончил лингвистический университет, факультет французского и немецкого языка. Преподавал в школе и в институте. Зачем я окончил Академию театрального искусства в Москве, ГИТИС. И работал в театре в качестве актера, а затем уже и режиссером. Ну и все эти годы в качестве театрального критика. Потому что мой факультет, который я оканчивал в ГИТИСе, назывался театральная критика. Это очень долгий и трудный разговор. Я долго шел к своей профессии, хотя всегда знал, что моей профессией будет литература и театр. Ну, так сложилась судьба, что я не мог заниматься с самого начала тем, что любил. Поэтому я шел очень долго к своей цели, намеренно шел к этой цели. Ну и пришел все-таки. Дальнейший путь становления как режиссера, как театрального критика. Как и где вы работали? Я работал более 10 лет главным режиссером на телевидении. На каком? На карельском телевидении. Вот там я получил звание заслуженного деятеля искусств, снял более 300 документальных фильмов. И там же я руководил киножурналом «Карелия», который мы снимали по северо-западу, а озвучивали на Ленфильме. Ну, кроме того, был у меня собственный театр. Назывался он «Кредо». Мы занимались литературными форумами всегда. Здесь, в Пятигорске, я был одним из руководителей Лермонтовского праздника поэзии. А в Карелии я работал над поэзией Клюева. Николай Клюева – это был международный тоже такой форум, на который мы приглашали и литературоведов, и искусствоведов России и из-за рубежа. Николай Трофимович, о ваших режиссерских работах и постановках? Ну, самая последняя постановка была в городе Грозном, как ни странно, в год двухсотлетия Лермонтова, в театре Нуродилова. Я не только помогал ставить, но я еще и играл главную роль там. Спектакль посвящен Лермонтову, естественно. Посмотрела его вся публика, около полутора тысяч человек. Так что он удался, этот спектакль. Вы лауреат медали имени Исламбия Крымшамхалова. И на прошедших чтениях вы прочитали стихи и проанализировали творчество известного балкарского поэта Кайсына Кулиева. Какая связь между вашей профессией и творческой деятельностью Кайсына Шуваевича? Я же приглашал Кулиева на Лермонтовские праздники поэзии. Я его знал лично. Я видел литературные праздники и вел их сам. Мой коллектив выступал также на сцене рядом с великими поэтами. Это был Расул Гамзатов, это был Давид Кугультинов, это был Кайсын Кулиев. Я видел эти поэтические митинги, вел их сам. И, конечно же, я с большим пиететом и с большой любовью отношусь к его творчеству. Вставите ли вы у себя в театре на пьесах Кулиева спектакли и постановки? В течение прошлого года мы работали над концертной программой и показывали эту концертную программу и в Ставрополе, и в Пятигорске, и в городе Чигем, и на родине Вель-Тюбю, и показывали по волкарскому телевидению и карачаевскому телевидению. Ну, я думаю, что достаточно большая работа была проделана, тем более нам помогал музей Кайсына Кулиева и продолжает помогать. Мы в очень большой дружбе с ним, мы ездили специально, посетили этот музей. Там же и могила находится Кайсын Шуваевич. И мы были и на родине у него, и в Эль-Тюбю, и в Чигеме. Ребята хорошо знают его творчество, читают в течение часа-двадцати минут только его стихи. Ну, а сегодня поддерживаете ли с его семьей связь? Если да, то как и с кем? Ну, я, прежде всего, очень благодарен Фатиме Кулиевой, которая помогала мне все это время подготовки и концертной программы. И затем она приезжала с выставкой, и в Ставрополь открывались дни Кулиева, она приезжала в Пятигорск. И мы все время встречались, разговаривали. У нас довольно близкие отношения, такие дружеские сложились. Мы переписываемся постоянно, переписываемся с членами семьи Кайсына Шуваевича, со средним сыном, с Алимом. Вот я переписываюсь. Он работает сейчас над мастером и Маргаритой в Лос-Анджелесе. Какие свои документальные фильмы Вы привезли в музей имени Исламбия Крамшамхалова? Как они создавались и о чем Ваши фильмы? Я снял более 300 фильмов документальных, а эта серия посвящена Северным монастырям. Это монастыри, которые, как известно, в период советской власти использовались как тюрьмы. Прежде всего, Соловки. Вы понимаете, что история депортации не проходит мимо Соловков. И есть небольшой городок в Карелии. Называется он Медвежий Горск. Недалеко от него находится урочище Сандармох, в котором расстреляно более 10 тысяч политических заключенных, и в том числе заключенных с Северного Кавказа. Они издали специальную книгу, где поименно перечислили всех погибших в Сандармохе, всех расстрелянных в Сандармохе. И там есть очень много духовенства, мусульманского духовенства, которое было вывезено с Северного Кавказа и расстреляно там, на местах. Именно поэтому вот в Соловках, в одном из этих фильмов, я рассказываю об этом. Это трудные находки, которые давались нелегко, которые отыскивались в специальных архивах. И я специально ездил на места вот этих расстрелов, снимал там. И вот получился такой фильм, за который я получил звание лауреата премии Союза писателей России. За какие заслуги вы были удостоены медали имени Исламбья Крамшамхалова? Сейчас вот разговор идёт по поводу моей работы по творчеству Кулиева. По творчеству Кулиева. Это концертная программа, с которой мы очень работали тщательно, долго. И вот получился такой результат, хороший результат. Николай Трофимович, раз мы коснулись ваших авторских работ, самые запомнившиеся и самые тяжёлые морально, но которые удались на славу. Этот фильм, я думаю, ждал зритель с таким же трепетом и волнением, как и вы. Я думаю, это прежде всего Соловки. Столько боли в нём, столько крови и столько трудной памяти в этом фильме. Он пережит, он прожит, он каждой частичкой моего тела и моего мозга. И, вероятно, люди чувствуют это. И вот эта премия и это лауреатство, оно просто так не даётся. Николай Трофимович, как и где проходили премьеры ваших документальных фильмов и на каких каналах телевидения показывали? Мои фильмы достаточно широко известны, потому что в течение 10 лет два раза в неделю выходили мои передачи на телевидении. И публика уже ждала и знала, что я буду выходить с этим фильмом. И ждала, я всегда заранее анонсировал название этого фильма, о чём он и так далее. А что касается широкой публики, то эти фильмы проходили по центральному телевидению, по российскому каналу. Ну вот, там же самые различные были фильмы. Целая серия фильмов о литераторах, например, о Евгении Евтушенко, часовой фильм, о Роберте Рождественском и его семье. Дело в том, что Роберт Рождественский и его семья долгое время жили в Петрозаводске. Он оттуда, он начинал свой путь из университета, из Петрозаводска. Поэтому это считался, так сказать, местный наш поэт. Есть очень интересные передачи о врачах, тоже целая серия об интеллигенции карельской, которая вся практически обучалась в Санкт-Петербурге. Это люди очень высокого интеллектуального уровня, люди высокой культуры. С ними очень интересно было общаться на разные темы. Ну вот, так. Ваш творческий путь известен ещё писательскими вашими изданиями. В 2007 году вышла в свет ваша книга «Обетованная весна. Два века. Русской провинциальной сцены». О книге и о вашей писательской деятельности. В ГИТИСе я писал дипломную работу по вере Фёдоровне Комиссаржевской, по творчеству её. А вера Фёдоровне Комиссаржевской – это была любимая актриса Александра Блока. И вот та строчка, которую вы процитировали, она принадлежит поэзии Александра Александровича. «Обетованная весна» – так он назвал веру Фёдоровне Комиссаржевскую. А поскольку книга посвящена актёрам, людям театра, людям искусства, вот она так и назвалась. Там мои интервью с очень крупными литераторами, с актёрами, у которых я брал в течение моей жизни интервью. Муравьёва, Васильева, Немаляева, ну и прочее, прочее. «Я вам очень завидую». А учился я вместе с Пугачёвой в одни годы. И сдавал одним и тем же педагогам экзамен. Николай Трофимович, Вы на сегодня ещё и преподаете, ставите постановки с Вашими учениками. Расскажите немного и о них. Вот моё звание «Заслуженные деятели искусств» – оно вбирает в себя и то, и другое, и третье. Потому что ставить спектакль невозможно без выученного актёра. А актёр должен понимать стиль твоей работы режиссёрской. Актёр должен чувствовать своего режиссёра. Актёр должен понимать, с каким материалом он работает. И актёра надо учить, конечно. Вот такое отделение есть у нас при музыкальном колледже на Кавказских Минеральных Водах. Мы готовим актёров для нашей музыкальной комедии, для театра музыкальной комедии. И я являюсь руководителем сразу трёх отделений. Отделение народно-художественного творчества – это хореография, то есть танцовщиков мы тоже готовим. Далее мы готовим актёров для музыкальной комедии. Они у нас и играют, и поют. И отделение социально-культурной деятельности – это режиссёры и менеджеры в сфере культуры. Ваши – самое главное правило для учеников и Ваших студентов. Быть человеком прежде всего – это самое главное. Если эти качества у Вас есть, то актёрские качества можно наработать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова